Департамент охраны Департамент охраны Поэтому мы ведем речь о заключении договора только в зоне реагирования То есть мы не можем гарантировать приезд в группы задержания Департамента охраны, если ее там нет Там, где вне зоны реагирования, мы можем установить те же технические средства охраны Для того, чтобы вывести этот сигнал дежурному РУВД территориального подразделения Из 2813 учреждений приблизительно в половине учреждений есть технические условия для оснащения этих учреждений кнопками тревожной сигнализации И вот из этой половины, то есть 1482 учреждения, всего 52,7% Из этого количества учреждений порядка 70% на сегодняшний день уже оснащены кнопками тревожной сигнализации Работа продолжается и местными органами запланировано до начала следующего учебного года Это 100% оснащение тех учреждений образования, которые расположены в зоне реагирования У нас с 2005 года во всех учреждениях образования созданы социально-педагогические и психологические службы И главной целью специалистов является оказание психологической помощи всем участникам образовательного процесса То есть это несовершеннолетние, это педагогические работники и это законные представители Также у нас в стране создано 138 социально-педагогических центров В 2018 году мы изменили положение социально-педагогических центров И их функция заключается в том, что несовершеннолетние, законные представители, а также педагоги могут обратиться в районные социально-педагогические центры и направить туда несовершеннолетних для получения коррекционной, консультационной, психологической помощи И специалисты районных социально-педагогических центров выходят в учреждения образования с целью оказания помощи педагогам-психологам, педагогам социальным на местах То есть для организации мероприятий как с несовершеннолетними, так и с законными представителями и педагогами В 2018 году в социально-педагогические центры обратилось более 78 тысяч несовершеннолетних за различными видами услуг психологическими В 2019 году приказом министра была создана группа по изучению деятельности социально-педагогической и психологической службы То есть во всех регионах страны выехали представители системы образования, представители института психологии Педагоги практики с мест с целью оказания и изучения деятельности Как все-таки осуществляется у нас психологическая помощь и социально-педагогическая поддержка И данные результаты будут у нас рассмотрены 11-12 апреля этого года на республиканском межведомственном семинаре Мы планируем разработку методических рекомендаций и алгоритмов для деятельности педагогов, психологов, педагогов социальных по различным направлениям Изменяется подход к получению согласия законных представителей для оказания психологической помощи несовершеннолетним в возрасте до 14 лет Предусмотрена корректировка методов и методик, разрешенных к применению в учреждениях образования Расширяются категории несовершеннолетних, которым может оказываться психологическая помощь без согласия законных представителей Определяется компетенция органов и организаций на оказание психологической помощи в заочной форме с использованием средств электросвязи Это телефоны доверия, психологические вебинары КОНЕЦ Продолжение следует...